Приветствую! Это ежемесячный обзор судебной практики по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Напомню, эта статья предусматривает уголовную ответственность за уклонение от мобилизации. И наказание предусмотрено лишь одно – лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. За январь месяц 2024 года судебная система вынесла 54 условных приговора. Условный приговор – это означает, что человек не понесет непосредственно на наказание, а будет ночевать дома, жить прежней жизнью, ну и по сути только являться в органы пробации. При этом судебная система вынесла еще и 13 реальных приговоров. Из них 12 приговоров на срок 3 года лишения свободы, и один только приговор на срок 1 год 6 месяцев. Соотношение при этом у нас по сути стандартное, да? У нас есть 54 реальных, ой, условных приговора и 13 реальных. То есть соотношение где-то 1 к 4. Стандартное соотношение, но количество приговоров, кстати, обращаю ваше внимание, в январе меньше. Но, видимо, как-то связано с Новым годом, из-за этого вот, не знаю, то ли настроение было у людей другое, не очень рабочее, да? И, к счастью, приговоров получилось меньше. При этом также вынесен 1 оправдательный приговор. Но по оправдательному приговору я сделаю отдельное видео, там есть о чем поговорить. А сейчас мы поговорим об одном обвинительном приговоре, в котором человеку, в принципе-то, назначили условное наказание, но этот приговор имеет, знаете, такую вот некую фишечку, некую особенность, он примечателен. А вот чем он примечателен, мы сейчас с вами и посмотрим. Вынесен этот приговор 17 января 2024 года. И сделал это Козельщинский районный суд Полтавской области. И здесь, в принципе, стандартная ситуация. Человек по повестке явился, прошел ВЛК, признан пригодным, и потом не явился по повестке уже, которая была повесткой на отправку. За что и получил наказание. Но что же здесь интересного? Давайте почитаем сам приговор. А читать мы будем его пояснение, пояснение человека, которого осудили. Почему же он решил не явиться по повестке? Итак, читаем. Вот здесь у нас есть. Ссылочку, кстати, я оставлю в описании, и вы сможете потом ознакомиться с полным текстом приговора. Щодо мотивов, в чинения криминальных правопорушений пояснив, что дейсно 9, 11, 23, он не появился на отправку до військовой частини. Но до этого ему еще 16 разов вручалися повестки на отправку с наказами появиться. Да, вам не показалось. Вам не показалось. Ему 16 разов вручалися повестки. И вы скажете, стоп, ну понятно же все, он злостный уклонист. Нет, он являлся эти 16 раз. Читаем. Крім того, декілька разів повестки переписывалися та змінювалися дати та час у зв'язку з допущеними працівниками ТЦК помилками. Далі читаємо. Кожного разу він добросовісно з'являвся та його відправляли до різних військових частин, проте жодного разу у військових частинах його не взяли, не підходив за здоров'ям. І тому його повертали кожного раз назад, де у ТЦК знову вручали чергову повістку. Останній, 16-й раз його відвозив особисто підполковник, який може це підтвердити. Якщо вдруг хтось думає з вас зараз, що цей чоловік сам всю цю ситуацію придумав, так нет. Якщо ми почитаємо приговор чуть далі, а зараз ми ще вернемся сюди. Якщо ви думаєте, що це він сам придумав, смотрите. Суд також ураховує той факт, що дійсно обвинувачений раніше неодноразово 16 раз викликався з оповістками на відправку, з'являвся у дати, зазначені у оповістках, проте не був мобілізований з причин, що від нього не залежали. І т.е. вивод який ми робимо, що то, що чоловік тут пишет, суд установив як факт. Т.е. це все, що він являлся 16 раз, що йому давали ці 16 повісток, це факт. Ви понимаєте? А ви скажете, чому ж чоловіка не призывали, чому ж його в очі не брали? А відповідь, як мені кажуться, в тому, що чоловік і заявив, в його состояниї здоров'я. Т.е. ВЛК признала його пригодним к воїнській службі, але коли він приїжджає в воїнській частиці, і там містні врачи на нього дивіться, і, видімо, у них є сомнення в тому, що він пригодить. І якщо ви думаєте, що це единичний случай, уникальний, ні, я неоднократно вже ставився з подобними ситуаціями, коли людей признають ограниченно пригодними, відправляють в ВЧ, т.е. призывают, несмотря на ограниченнюю пригодность, відправляють в ВЧ, а ВЧ не хочуть їх приїмати, тому що количество болезней і состояния здоров'я людей таке, що ВЧ понимає, що це не боец, с ним непонятно, що робити. Він сейчас или його состояние здоров'я, или ухудшиться дуже серйозно, або його просто треба на какую-то там тылову должність брати, а тылові должности, понятно, заняты. Але це перший раз, я должен сказати, коли я встречаюсь, що в цій ситуації человек в итоге получив приговор. І давайте посмотрим, какой же приговор він получив. Вот що вирішив суд, визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 336 Кримінального кодексу України, і призначити йому покарання у вийде позбавлення волі на строк 4 роки. Прекрасне рішення, прекрасне рішення, вообще не поспориш, логіка, железобетон, но, к счастью, к счастью для человека, вот здесь є ще і такий абзац, да, згідно частини першої статті 75 Кримінального кодексу України, звільнити від відбування покарання у вийде позбавлення волі з випробуванням зі встановленням іспитового сроку 2 роки. Що ми тут з вами можемо сказати? С одной стороны, конечно, ну, какая-то жесть происходит, да, 16 повесток, воїнські части не принимають этого человека, ТЦК продолжает выдавать ему повестки і призывать. В итоге, человек в какой-то момент, вот как он там пишет, разочаровался в системе і просто перестал ходить, ну, потому что, понятно, для человека это выглядит, как некое издевательство, да, ну, ви за що там сидите, деньги получаєте, если ви не можете призвати человека? Вы либо пересмотрите решение ВЛК, либо, ну, не трогайте його уже тогда, да, но, вот, видимо, желание такое выполнить план, оно превалирует над всем, и в итоге 16 раз человека призывали, вернее, нет, это 16 раз он явился, да, а по сути он там сколько, ему дали 18 раз, 18 раз в итоге, но он уже последние две, он не приходил. Почему? Потому что разочаровался в этом. И, вы знаете, с одной стороны, мы что можем сказать? Ну, что это за суд, что это за судья, как можно было принять такое решение, как можно человека обвинить в этом было? А я, знаете, я оптимист, я скажу по-другому, я скажу, хорошо, что попался еще такой судья, хорошо, что попался судья, который дал условку этому человеку, который реально учел вот все те факторы, которые предшествовали не явке человека по повестке, да. Ну, но, конечно же, могло быть и другое решение, да. Возможно, можно было бы принять, в принципе, и другое решение, став на сторону человека и взяв во внимание то, что, ну, действительно, человек 16 раз приходил и, может, все-таки он заслуживал на какое-то меньшее наказание. Потому что понятно, что оправдательный приговор здесь судье сложно было вынести. Почему? Потому что, ну, формально, формально с точки зрения закона, ведь есть же ж нарушения, ты же не явился по повестке, а в законе не написано, что если тебе 18 повесток вручают и по 16 из ним ты пришел, но тебя не могут мобилизовать, то это освобождает тебя от ответственности. Хотя теоретически, теоретически судья мог бы здесь стать на сторону человека и вообще освободить его от ответственности. С другой стороны, знаете, нужно радоваться малому и радоваться тому, что хотя бы нереальный срок, что попался в другой судья, да, мог бы дать и реальный срок. К сожалению, моему-то еще моему. И, друзья, зачем я даю вам информацию о судебной практике? Для того, чтобы вы учились, для того, чтобы вы видели, что происходит в реальности, то есть это же не наши фантазии, не мои фантазии, не фантазии других юристов, да, это то, что реально происходит в судах. Какие суды выносят решения, сколько их выносят решения, сколько этих решений. И акцентирую снова и снова ваше внимание на следующем. В начале мобилизации в Украине и военного положения было очень мало реальных приговоров. Там реально 4-5 процентов. И отсюда появилась у людей мысль, что, ой, что там, ничего страшного нет, отказ от мобилизации. Получу, мол, условный. На сегодняшний день, вот мы видим за январь, да, сколько соотношения 1 к 4. То есть у нас 54 условных, 13 реальных. Соотношение 1 к 4. Не 1 к 20, да. То есть количество реальных приговоров выросло, а поэтому вот эта иллюзия, что, мол, всем дают условку, это только иллюзия. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, поставьте лайк ему, подпишитесь на мой YouTube-канал. Также приглашаю вас в свой Telegram-канал. Его название вы сейчас видите вот где-то здесь на экране. Ну и традиционно я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok